Всем привет! Привет! Сегодня у нас на обзоре куча всего интересного из магазина Галамарт. Вот такие термочувствительные умные массы, которые светятся в темноте и которые меняют цвет. У нас уже была такая масса, которая магнитная, стоят они недешево. Вот эта масса стоит, по-моему, 250 рублей, а вот эта маленькая 200 рублей. Или наоборот, я не помню, там на какой-то акции была. Так, светится в темноте, не высыхает, меняет цвет при температуре. Давайте открывать и посмотрим, что это вообще такое. Давайте начнем с большой. У нас еще дальше будут там прыгунцы всякие, мялочки из Галамарта. У нас сегодня очень много всего из Галамарта, поэтому не переключайтесь, как говорится. Итак, это у нас термочувствительная умная масса. Интересно, как она, в чем заключается ее общая термочувствительность. Здесь мы встречаем, получается, вот такой пакетик, написано Варнинг, от трех лет. Типа от трех лет можно в нее играть только. Так, мы ее разрываем. Смотрите, она уже меняет цвет. Так, термочувствительная умная масса. То есть, я так понимаю, если мы ее в руках держим, то она должна менять цвет. Так, но ее нужно размять для начала. Потому что все умные массы, надо их сначала размять. Очень жесткая пока. Ну, в общем, такая же, как и магнитная масса. Она тоже из коробки была очень жесткая. Давайте, наверное, я отдам ее пока Милане. Пускай Милана ее разомнет. На, Милан. Разомни ее пока, подготовь. Что, народ, смотрите, я поставил нашего лизуна в холодильник. И вы только посмотрите. Он стал фиолетовый. Ё-моё, такого я не ожидал. А я думал, что он не меняет цвет. Он же, помните, был розовый. И теперь, смотрите, он фиолетовый. О, вот такого цвета он был. Давайте, пап, о, смотрите, я до него докасаюсь. Смотрите, я до него докасаюсь. Ого! Он и правда меняет цвет? То есть, получается, он просто был тепленький изначально, потому что дома тепло. И не хотел менять цвет. Теперь, смотрите, я его мну. И он полностью поменял цвет обратно. Осталось только проверить его нагреть. Но, мне кажется, он будет такой же. То есть, он такой двухцветный. Если холодный, то синий. Если теплый, то розовый. Так, его помнем. Давайте сейчас попробуем его поставить в морозилку и посмотрим, что с ним будет происходить. Вот такой его, значит, нормальный цвет при комнатной температуре. И отправляем его в морозилку. Ну и смотрите, в морозилке он начинает синеть. Смотрите, он сам по себе синеет. Сейчас морозилка даже открыта. Надеюсь, он не разморозит полностью. Блин, ёпор с ты. Мало света. Фокус. Фокус не может поймать. Да. И это так. Смотрите, он полностью синеет. От холода. так что да это термо лизун он реально действует милан он реально работает он реально становится синий вот милан его трогает он снова становится розовый да и нифига он свет не меняет то есть он имеет только два цвета холодный синий и обычно состояние розовый то есть если вы покупаете такую жвачку для рук то она будет иметь только два цвета в холодной и в комнатной температуре но возможно у вас цвета будут различаться то есть у меня розовый синий у вас там будет зеленый желтый и так далее так мы давайте попробуем как она прыгает до прыгает она высоко смотрите то есть как мячик эту штуку тоже можно использовать то есть она меняет цвет прыгает лепится как пластилин из нее можно слепить какую морду а мы с вами давайте пока посмотрим на умную массу которая светится в темноте написано то что они еще прыгают как мячик почему они еще тянутся как жвачка для рук и не высыхает светится в темноте лепится к пластилин вот ее свойства тоже такая же у нас железная баночка металлическая да это у нас все сделано из металла милан мне ее маленькие руки тяжело ужас какой так вот тяжело открывается кстати ну ох да рот я еле открыл эту банку это вообще ужас очень тяжело открывается чушь они такие плотные темасы турс какой-то так здесь у нас светится в темноте и как обычно все что светится в темноте она зелененькая то есть то есть флюоресцентная флюоресцентный порошок туда наверно подмешан так ну и давайте его будем мять я думаю то я так понимаю что он должен по-любому полежать на солнышке чтобы впитать себя солнечные лучи ну что ребята штука реально светится в темноте посмотрите сейчас темно и видите ну-ка сейчас не абсолютная темнота она светится вот так лучше видно мисс ты видишь это почему-то вот эта сторона про сильнее светится по сейчас я в абсолютной темноте и вот походу все-таки на солнышке надо и подольше полежать наши видите он тут она прям светится прям хорошо с этой стороны а а вот с этой стороны вообще не светится то есть вот она вот так лежала и так впитывала солнышко а вот сторона на котором она на столе лежала она нифига не впитала так что в темноте да можно этой штукой поиграться потом посмотрите я могу размять и получится у нас но такая лепеха очень странная штука дальше у нас идут самые копеечные штучки они по-моему по 5 рублей или какая-то штука даже 2 рубля стоил угла марте это так называемый до сопли написано игрушка лизуна виде животного они их называют почему-то лизуны хотя это просто тянучка здесь у нас тянучка вот такая жучка а здесь у нас тянучка бабочка но и посмотрите какая замечательная бабочка вот бабочка классная такая там наш жучок такая то что-то отломилась откуда-то да это на ножка жучка на она отломилась не знаю ну вот такие у нас жуки бабочки стоят очень дешево и ими потом еще можно кидаться в кого-нибудь да а типа прилипнет вот так опа отдай мимо тоже вела юха ну в общем вы поняли как ими можно играться можно их просто обстреливать или кому-нибудь жука так повесить на плечо что там бабочка прилипла а у меня тут жук висит смотри какой прикольный вот жук классно ну ка дай-ка мне бабочку тоже покажу бабочка тебе нравятся такие штуки бабочка смотри она свернулась надо развернуть у меня крылья все свернулись о вот так но он может летать до облака белогривы лошадки а мне нравится муравей тебе нравится бабочка а мне муравей а вам кто больше нравится муравей или бабочка нет муравей муравей прикольный посмотрите какой у него еще попка похоже на футбольный мяч муравья посмотрите ну все муравей лети прилипает ли он ну что-то он не особо прилипает давайте попробую кинуть его на стену не не прилипает да вот такого ничего не прилип не они липнет не хочет коко-коко никто не видел здесь вкусных лизунов я люблю есть лизуны посмотрите какая штука там еще стоит недорого там что 19 рублей это вот так можно стрелять и и типа вау и она улетела напоминает розового фламинго только не фламинго какой-то желтый динозавру непонятный у нас такой был помог крокодил теперь у нас еще будет вот такой фламинго просто такая штука которая видите тянется вот так и можно стрелять как из рогатки тысяч вот так вставляем в палец и все и можно пойти поклевать чего-нибудь там коко не вот так надо одеть на руку коко о лизуны а где бабочка дальше у нас идет вот такой глаз стоит он тоже что-то там около 10 рублей это у нас просто попыргун в виде лизуна их-то много всяких цветов то есть видите он прыгает прыгает достаточно высоко пахнет вонючее воняет пованивает каким-то китайским красителем непонятным а ты поставил лайк сейчас поверю я все увижу кто помнит геракла или геркулеса когда там были ведьм у которых глаз был один на троих я все вижу ямел слишком большой глаз для тебя далее у нас идут мялки что-то там по 20 рублей вроде как они стоят в общем дорогой я ничего особо и не брал так это у нас мялка такая антистресс там внутри наверно лизун какой-то видите вот что это там какой-то что это что-то внутри это я думаю надо снять продолжение что внутри кстати пишите свои предложения что можно разрезать на видео чтобы вам было интересно типа что внутри как я снимал видео возможно вам у вас есть какие-то идеи чего еще можно разрезать вот эту штуку кстати можно разрезать там вообще непонятная глина какая-то или кинетический песок ну вот такая мялка типа к будет какой-то шарик и там внутри какая-то тесто или что это непонятно вот так она тянется не сильно тянется зато не а вообще вот мять его приятно да вот так сама очень приятного память вообще как штука такая прикольная напоминает как антистресс только без сетки возможно 2 в сетку просто засунуть и еще один антистресс вот такая мордашка чиполлина или кто это смотрите на такие желтые волоса о да и умнется такой прикольный я думаю во всех детских магазинах во всех городах есть такие штуки продаются у вас такие да вот ее тоже он интересно что-то внутри там наверно тоже какая-нибудь такая штука и к порошок наверно возможно мы вот эту штуку и разрежем следующий раз посмотрите какой дядя какой подбородок вы посмотрите какой какая какой худенький посмотрите какой толстенький посмотрите какой подбородок у него волевой привет не вот так вот штука очень приятно но у нас бывает их за 70 рублей продают за 70 рублей это точно того не стоит так если недорого покупать вроде норм за рублей за 20 за 30 нормальной штукенция памятью поиграться с ней а так вот смотрите они похожи сюда только волосы прицепите лицом нарисовать и получится все то же самое не хотя шарик здесь более мягкий а эта штука какая более твердая теким акин сейки вы вы Субтитры сделал DimaTorzok